Власти Белгорода пытаются замять информацию о конфликтах между военными и местным населением. Многие СМИ, ну не СМИ, а в чатах много об этом говорят. Как вы помните, мы прогнозировали в зоне сприкосновений, то есть на линии фронта, близко к линии фронта, конфликты между гражданскими и военными, между военными и гражданскими. И удивлялись еще зимой, когда такое количество военных вдоль границ стояло, что эти конфликты не начались. Но вероятно, просто военных держали на коротком поводке, сейчас началась война, они сорвались, и поэтому сейчас все можно. Я думаю, что эти конфликты будут очень серьезные, я думаю, что с человеческими жертвами в ближайшее время будут такие конфликты. В Улан-Удэ пишут, началась партизанская война против насильственного призыва в армию, жгут военкоматы, автомобили госслужащих разбрасывают листовки, обещают также выводить из строя железнодорожные пути. Да, но нужно еще помнить там в Улан-Удэ, что через них идет огромное количество дерева, древесины в Китай, а это туда не должно доходить, это должно на станции просто сгорать и все. Поэтому я думаю, что партизанская война там в таком лайтовом варианте ведется уже два года, если так уж по-честному, да, и мы об этом знаем, и знаем, что и власти об этом знают. А сейчас это уже такой хардовый вариант, и не связан он с тем, что люди там не хотят служить, жгут военкоматы, но не потому что не хотят служить, они хотят воевать с Путиным, вот и все. Поэтому мне несколько неправильная оценка дается. Да, я удивляюсь, что пока еще вдруг никак не проявило себя то количество оружия, которое уже, наверное, украли в Украине, да, и в связи с войной. Ну вот сегодня, значит, сразу же все проявилось, на следующий день после прогноза в автомобиле ополченца взорвалась шведская пусковая установка Panzerkot 86, называется она, а номерок ее от N4, в мтищах это случилось, два человека пострадали и так далее. Вот фотка машины Киев, в которой произошел взрыв, так неслабо ее разнесло, конечно, но понятно, что противотанковый гранатомет предназначен для того, чтобы пробить броню танка и внутри создать избыточное давление. Ну и здесь, видите, на неслабое такое создалось давление, хотя это не танк, у танка башню отрывает, а это просто стекла повышевало и два человека ранены. Вот, то есть оружие наверняка есть, оружие немало, если шведские пусковые установки приточили, представляете, что есть на руках. Поэтому обращаюсь к тем людям, которые тащат оттуда оружие, еще раз обращаюсь, заначивайте его, оно пригодится, да, то есть подбирайте людей, которые смогут пользоваться этим оружием, чтобы выступить против Путина. Не надо выступать против своего народа, не надо поддерживать глупцов, которые поддерживают Путина, войну с Украиной и так далее. Поймите, что нам всем вместе придется воевать против Китая. И, может быть, те люди, которые сейчас, да, там, ну не совсем правильно себя ведут, они смогут искупить свою вину, смогут додуматься, да, и быть полезными. Потому что в противном случае они просто станут изгоями, им придется просто работать на Китай. Хуже этого я не представляю, что и в мире может быть. На российском заводе, да, горела атомная подводная лодка, ну так уже нормально так, да, обычная, обычная картина. Горела атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Это на Кронштадтском морском заводе. Ну, бывает, что я могу сказать, даже вот как такие вещи комментируют. Сейчас все горит, даже старая железная лодка у них умудряется сгореть. В Челябинске 11-летний ребенок упал в строительный котлован. Я думаю, что сейчас это пойдет повсеместно, дети будут везде проваливаться, потому что ничто не огорожено, ничто не закрывается, потому что просто даже тупо для заборов материала нет. Все уже, всю страну разворовали. Вячеслав, недавно вы дали характеристику Сашко Биллу и подобное. По вашему мнению, составляют ли сейчас опасные, своющие люди, такого психотипа для власти Украины? Спасибо за анализ. Конечно, по крайней мере, чтобы я вам не сказал, власти Украины всегда будут рассматривать таких людей, как Савченко, Сашко Билла и так далее, с ужасом. Поэтому будут их сливать. Они будут их сдавать Путину, уничтожать, как Биллова, дискредитировать, как Савченко и так далее. То есть, они абсолютно скрипач не нужны. И для них очень вредные люди. Савченко-Нагазин. Савченко-Нагазин. Продолжение следует...